Я попытаюсь развеять один из очень старых мифов и сделать это специально для вас, но не для Тимы, не для Несана, которым все равно ничего не докажешь. Я не собираюсь им чего-то доказывать. А почему хочу об этом рассказать? Потому что вот такие люди, они обычно очень категоричны и настойчивы в своих заблуждениях. А эти заблуждения приводят к неправильному пониманию подачи и смеши. Перед собой вы видите такую дугу, которая отражается у меня в зеркале, для того, чтобы специально это было хорошо видно. Потом я покажу в другом ракурсе, и вы увидите, что это именно так. Сейчас я покажу, как работает движение. Я поставил себя в это положение. Немножко это утрировано, но для понимания движения достаточно. То есть у меня ракетка сделала петлю, вышла в бок, я прогнулся. И дальше теннисист выходит вперед в бок. Когда он выходит вперед в бок, ракетка у него идет по этой дуге и выходит в точку удара. Находясь в точке удара, вот в этой дуге, я не могу, к сожалению, большому видеть точку удара. По той причине, что я согнул корпус. Если бы корпус мой был разогнут, вот в таком положении, я мог бы увидеть точку удара. Но в момент удара у меня корпус уже согнут, да, и ракетка находится за головой, да. В том положении, где я его видеть просто не могу. Как это проверить, да. Сейчас скажут, у вас там косоглазие или зрение неправильное. Это очень просто. Подходите, да, к зеркалу. Если у вас есть такое зеркало с бордюрчиком, да, и прикладываете руку вертикально вверх. Прижимаете головой, да, и теперь пытаетесь посмотреть назад вверх, да. Ничего вы в этом случае не увидите. Потому что вам нужно глаза через лоб ввести. Другой способ, очень простой, да, проверить это, да, даже без всякого зеркала. И делается это в том числе и на корте. На корте я делаю это около вышки, да, подхожу к судейской вышке и вставлю ученика рядом с вышкой. Сжимают руку к вышке, да. Дома это можно сделать при помощи двери. Вот у нас дверь. Ее открываем. Видно, да? Косяк видно. Не будет видно вверх, но не важно, да. Важно, что мы делаем относительно к косяка. Просто прижимаемся от двери, да. Ручка ракеты у нас сюда, да. И опять-таки, да, точку удара мы увидеть не можем. Она находится за головой. Еще разочек посмотрим на наше положение отсюда, да. Для того, чтобы вы понимали, что в этой дуге я касаюсь головой, да. Вот я провел такую визуальную линию, да. Не знаю, будет ли ее видно, но потом сбоку будет видно хорошо. То есть я прошел сюда, опять-таки, когда сделал движение отсюда, сюда, и прижался головой вот к этой линии. Да, то есть голова моя прижалась к этой линии, да. Я, естественно, в таком положении, держа руку вертикально вверх, да, я увидеть от этого не могу. Так, теперь попробуем еще раз делать съемку про распрямление руки. Тоже легенда старая, где Тима придумал вообще целую версию, да, как это работает. Посмотрите, да. Если я руку делаю во вращении сюда, то кажется, что у меня рука прямая, да. На самом деле это не так. То есть мне стоит просто повернуться к корпусу, да, и вы увидите, что она согнутая, да. Вот. А здесь вот кажется, что она прямая, да. То есть если я стою вот в этом положении, да, мне кажется, что рука прямая. На самом деле я говорю, что если я поворачиваюсь, хорошо видно, что она в локте согнутая, да. Что будет, если будет прямая рука, да. Смотрите, я специально показываю, что если прямая рука будет выпрямлена в этом положении, да. То есть там будет видно, да. Вот во всех положениях у меня рука прямая. Стоит мне ее немножко, только немножко из этого положения повернуть в это положение, она у меня тут же прямой, да, пойдет в сторону. Что, собственно говоря, и происходит у всех подавальщиков, которые подают прямой рукой. Ничего удивительного в этом нету. И согнуть ее, если мы пытаемся ее распрямить, практически невозможно. Что происходит в обычном ударе, да, у нормальных теннисистов. То есть рука идет сюда, да, вот она, да, сюда идет. Кажется, что она согнутая, да. Да, чтобы жена не заругалась, уйдем от вестры, да. На самом деле, да, идет поворот руки. Просто простой поворот руки. Движение в кисти идет, да. Вот сейчас опять кажется, что рука прямая, да. На самом деле ничего я не меняю, да. Меняется только угол поворота руки, да. Вот и все. Поэтому ничего, собственно говоря, здесь фантастически, да, никакого сгиба руки не происходит. Рука как была в этом угле, да. Так вот она у меня в этом угле, да, и уходит. Удар происходит, естественно, за счет движения кисти, свободной кисти. Да. Я показывал на тренажерах, да. Вот. Так что ничего фантастического в движении, да, нет. Но рука должна быть согнутая. Надеюсь, это немножко понятно. Теперь я сейчас покажу еще с другого ракурса данное положение. Ну вот с другого ракурса у нас, да, вот эта дуга. Вот она как устроена, да. То есть я упер ее в спальное место и в потолок. Вот она вот так вот выглядит примерно. Да. Сейчас мы подставим еще сюда линию, да, которая у нас символизирует линию, к которой у нас прижимается голова. И продемонстрируем еще раз это сбоку. Вот. Вот, да, я делаю движение. Располагается. Прижимаюсь головой к этой линии, да. И располагая движение напротив этой линии, да. Разбежался к ней. Понятно? Вот это немножко. И ракетка у меня на берегу. Вот это вот отсюда. Что он меня сгиб прогибает, да. Если сгиб идет опять-таки в пояс, да, очень важно это понимать, да. Потому что действительно, да, может сложиться впечатление, что я прогнувшись, вижу, да. Я действительно прогибаясь, вижу хорошо точку удара, да. Но как только я начал сгиб в корпусе, да, то уже я увидеть ее не могу, да, просто чисто физически не могу увидеть. Потому что она у меня находится, да, за мной. Здесь это видно, да. То есть она находится за затылком, да, у меня. И поэтому, собственно говоря, я увидеть. И так же, как все остальные, да, не один я такой, да. Все остальные вот в зеркало я могу увидеть.